Мы продолжаем серию видео уроков, в которых показываем вам вязание некоторых рисунков. Этот рисунок образован наклонными петлями. Таким рисунком можно связать свитерок, жилеточку, шапочку. Он достаточно плотный и хорошо смотрится на многих видах пряжи. Рапорт этого рисунка 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Ну а теперь давайте повяжем. Для образца вы можете набрать 24 петли. Это 2 рапорта и плюс 2 кромочные. Итого 26 петель, как в этом образце. Вяжем первый ряд. Это лицевой ряд. Первую петлю снимаем. Затем провязываем 3 лицевые петли, 6 изнаночных. И еще 3 лицевые петли. Мы связали первый ряд первого рапорта. Дальше вязание точно так же можно продолжить и на втором рапорте. 3 лицевые, 6 изнаночных и еще 3 лицевые петли. Мы провязали первый ряд. Повернули работу на изнаночную сторону. И теперь вяжем второй ряд. Второй ряд это изнаночный ряд. Второй ряд и все четные ряды мы будем вязать по рисунку. Лицевые петли будем вязать лицом, а изнаночные петли будем вязать изнанкой. Итак, вяжем второй ряд. Первую петлю снимаем. Затем видим изнаночные петли. Вяжем их изнанкой. Видим лицевые петли, вяжем их лицом и так дальше вяжем второй ряд по рисунку. Вяжем третий ряд, это лицевой ряд, кромочную снимаем, затем провяжем 2 лицевые петли, а следующую лицевую петлю мы снимаем, не провязанной располагаем перед работой, затем провяжем 3 изнаночные петли, снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем ее лицом. Затем следующие 3 изнаночные петли мы снимаем непровязанными и располагаем за рабочей нитью. Затем провяжем 1 лицевую петлю, а затем снятые петли одеваем на левую спицу, это 3 изнаночные петли, и провязываем их изнанкой. Затем провяжем 2 лицевые петли. Таким образом мы связали третий ряд первого рапорта, второй рапорт вяжем точно так же. Приступаем к вязанию пятого ряда. Четвертый ряд это четный ряд, мы вязали по рисунку, поэтому четные ряды мы больше обсуждать не будем и всегда вяжем по рисунку. Итак, вяжем пятый ряд. Кромочную снимаем непровязанной, затем провяжем 1 лицевую, следующую лицевую снимаем непровязанной, располагаем перед работой, затем вяжем 3 изнаночные петли, снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем лицом. Затем провяжем 2 лицевые петли, а следующие 3 петли, это изнаночные петли, мы снимаем непровязанными и располагаем за работой. Провяжем 1 лицевую петлю, снятые петли, это изнаночные петли, одеваем на левую спицу и провязываем их изнанкой. Провяжем 1 лицевую петлю. Итак, мы связали пятый ряд на первом рапорте. Приступаем к вязанию седьмого ряда, это лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, затем снимаем непровязанную следующую петлю, это лицевая петля, располагаем перед работой. Провяжем 3 изнаночные петли, а затем снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем ее лицом. Провязываем 4 лицевые петли. Следующие 3 петли, это изнаночные петли, снимаем непровязанными и располагаем за работой. Провязываем 1 лицевую, а затем снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их изнанкой. Если вы заметили, мы всегда эти петли вяжем изнанкой. Таким образом, мы связали седьмой ряд на петлях первого рапорта. Затем продолжаем вязать также второй рапорт. Приступаем к вязанию девятого ряда. Восьмой ряд, еще раз повторю, как и все четные ряды мы вязали по рисунку. Кромочную снимаем, затем вяжем 3 изнаночные петли, 6 лицевых и 3 изнаночные петли. Таким образом, мы связали девятый ряд на петлях первого рапорта. Второй рапорт вяжем точно так же. Вяжем одиннадцатый ряд. В начале этого ряда сначала мы снимем кромочную петлю, затем снимем непровязанными 3 изнаночные петли и расположим их за работой. Провяжем одну лицевую петлю, затем снятые петли возвращаем на левую спицу. Я напомню, что это 3 изнаночные петли и провязываем их изнанкой. Затем провяжем 4 лицевые петли, а следующую лицевую петлю снимаем непровязанной, располагаем перед работой. Провязываем 3 изнаночные петли, затем снятую петлю возвращаем на левую спицу и провязываем ее лицом. Таким образом мы связали одиннадцатый ряд на петлях первого рапорта. Второй рапорт вяжем точно так же. Вяжем тринадцатый ряд. Это лицевой ряд. Изнаночный ряд мы вязали по рисунку. Еще раз напомню, что все изнаночные ряды это четные ряды. Мы вяжем по рисунку. Лицевые петли вяжем лицом, изнаночной, изнанкой. Кромочную снимаем, затем провяжем одну лицевую петлю. Следующие 3 петли это изнаночные петли, снимем непровязанными и расположим за работой. Затем провяжем одну лицевую петлю, снятые петли возвращаем на левую спицу и провязываем их изнаночкой. Затем провяжем 2 лицевые петли, а следующую лицевую петлю снимаем непровязанной и располагаем перед работой. Провязываем 3 изнаночные петли, а затем снятую петлю возвращаем на левую спицу и провязываем ее лицом. Еще провяжем 1 лицевую петлю. Таким образом мы связали на петлях 1 раппорта 13 ряд. Приступаем к вязанию 15 ряда. Первую петлю этой кромочной снимаем, затем провяжем 2 лицевые петли, а следующие 3 петли, это изнаночные петли, снимаем непровязанными, располагаем за работой. Затем провяжем 1 лицевую петлю, снятые петли возвращаем на левую спицу и провязываем их изнаночными петлями. Следующую петлю, это лицевая петля, снимаем непровязанной и располагаем перед работой. Затем провяжем 3 изнаночные петли, затем возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее лицом. И еще провяжем 2 лицевые петли. Таким образом мы связали 15 ряд на первом рапорте. 16 ряд мы вяжем по рисунку. Мы закончили вязание рисунка с наклонными петлями. Не сложно, правда? Еще раз только повторю, что рапорт этого рисунка 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. На этом наш урок закончен. Субтитры создавал DimaTorzok